В православной жизни окончание лета символизирует три любимых в народе праздника. Все они связаны со сбором урожая и отмечаются в честь Иисуса Христа. Это три спаса – медовый, яблочный и ореховый. В церковном календаре медовый спас носит сложное название – происхождение честных древ, животворящего креста Господня. В честь этого праздника в Десногорском храме прошла божественная литургия, которую провел иерей Виталий Сладков. От прихожан требовалось просто отправиться в храм, чтобы послушать службу, а потом осветить принесенные с собой в корзинке баночки с медом. Некоторые принесли с собой не только мед с нового сбора, но и другие продукты пчеловодства, вроде сот. В будущем это может использоваться для создания полезных смесей, которые заменят зимой аптечные витамины. Спас – это одно из имен Господа нашего Иисуса Христа. И связывать эти праздники с какими-то кулинарными традициями, конечно же, нам не стоит. Просто традиция принесения меда в том, что мы понимаем, Господь дал нам возможность собрать этот урожай нового меда. И мы в знак признательности, благодарности Господу Богу приносим этот мед в храм, чтобы осветить его и затем вкушать, и чтобы он был на пользу и души, и телу. Люди в старые времена верили, что если преклониться перед честным христовым древом, то можно получить благословение на здоровую жизнь. Именно поэтому в больших городах часто устраиваются масштабные крестные ходы, в которых участвуют верующие. Из основных запретов в этот день выделяют отказ от злых мыслей. Считается, что ругаться, ссориться и скандалить в медовый спас лучше не стоит. Необходимо создать хорошее настроение и поздравить окружающих с праздником. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником. И пускай Господь нам помогает всегда неизменно, с верой, преодолевать любые трудности и неприятности. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.